Да, я знаю, что вы путаете правоспособность и дееспособность, а может, вообще даже не знаете, что это такое, иначе вы бы не открыли этот видос и не стали бы его смотреть. Собственно, давайте разбираться с одной из самых бесящих тем на ОГЭ по обществознанию. Собственно, отличие правоспособности и дееспособности, то, что очень часто попадается в блоке права, и, собственно, тема, в которой огромное количество ребят ошибается. На связи с вами Егор Кант, руководитель направления ОГЭ по обществознанию в Школково. Итак, что нам нужно знать? Что такое правоспособность? Давайте разбираться вообще со словообразованием. Правоспособность, то есть, типа, способность иметь права. Правоспособность, способность иметь права. Запомнили вот эту логику. И получается, что правоспособность – это установленная законом способность субъекта правоотношений иметь права и нести обязанности. То есть у вас просто есть права. Ну, у вас есть права? Вот у тебя лично есть права? Право на жизнь, там, на честь и доброе имя и так далее, на свободу, совести? Конечно, есть. У всех у нас есть права, и это логично, что у нас есть право иметь права, иначе бы у нас прав не было. Ну, типа, правоспособность, право иметь права и обязанности. Все, обязанности у нас тоже есть, и мы имеем право иметь обязанности. Как бы это было не парадоксально, таким образом запоминаем право, способность, способность иметь права. Все. Важный моментик. В какой момент у вас появляется правоспособность? То есть, типа, в какой момент вы получаете право иметь права? На самом деле, с рождения. Потому что как только, вот как только ребеночек родился, вот прям в первую секунду, все, это уже живой человек, он родился, и у него есть права с первой секунды. Ну, например, с первой секунды у него есть право на жизнь. Да логично? Логично. Поэтому с самой первой секунды вашего рождения у вас есть правоспособность. Запомнили? То есть, с самой первой секунды мы можем иметь права. Запомнить, кстати, можно с помощью запоминалки. Правоспособность с рождения. Я потом объясню, где это может пригодиться и когда это нужно. Таким образом, у физических лиц, то есть у людей, у людей простым языком, да, правоспособность наступает с рождения. У компаний, юридические лица, это фирмы, у фирм, она наступает с момента регистрации. Да, у фирм тоже есть права и обязанности, поэтому у них тоже есть правоспособность. Поэтому у фирм правоспособность наступает с момента регистрации. Запомнили? С рождения у людей наступает правоспособность. Но! Есть же еще второе слово. Дееспособность. А это-то что такое? А здесь у нас, прям опять вдумываемся в слово, дееспособность. Способность. Способность действовать. Как будто бы, да, получается. А теперь смотрим определение. Установленная законом способность субъекта правоотношений своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя юридические обязанности и исполнять их. В чем разница? А разница в том, что здесь вы своими действиями меняете какие-то права и обязанности. Самый простой пример, купить или продать тачку. Представьте, вы покупаете тачку или продаете тачку. У вас есть машина, вы ее продаете. В момент, когда вы ее продаете, вы изменяете свои права, потому что у вас раньше было право собственности на машину, а теперь его нет. Вы продали. Или хату решили продать, квартиру. Типа продали квартиру, у вас раньше было право собственности на квартиру, а теперь его нет. Понимаете логику? То есть вы своим действием меняете какие-то права. Или наоборот, купить машину. Пришли в магазин и купили машину, тачку себе, купили просто пушку, ладу-весту, купили себе. Что получается в этот момент? Вы приобретаете право собственности, то есть вы своим действием получаете какое-то право, да? Право собственности на автомобиль, например. Или продаете, соответственно, теряете это право. Логично? Логично. Соответственно, здесь в чем разница? Вы не просто имеете права, как в правоспособности, а вы своими действиями получаете или теряете какие-то права и обязанности. И теперь есть нюансики, что дееспособность у нас наступает у физических лиц. Когда нам наступает? 18 лет. То есть с 18 лет у вас полная дееспособность. Простым языком, все законное, что можно покупать и продавать, вы можете с 18 лет. Машины, квартиры, брать в аренду квартиру можно с 18 лет и так далее и тому подобное. То есть любые права менять, приобретать, которые разрешены законом, все это можно. С 18 лет. Отлично. Также есть ситуация со вступлением в брак. Если вы вступаете в брак, вы тоже получаете полную дееспособность. Вопросики, да, возникают. Типа, вроде бы брак у нас тоже с 18 лет, а как иначе? Но если вы не знаете, то брак можно заключать с 16 лет в некоторых случаях. В некоторых случаях даже раньше, чем 16. Но это прям совсем исключение-исключение. Ну, короче, с 16 лет можно заключать брак в виде исключения. И если вам 16 лет, и вы заключаете брак, то в этот момент вам тоже дают полную дееспособность. Потому что, например, вам нужно снимать хату. Ну, или хотя бы, или купить хату, да, чтобы жить со своей новой женой или с мужем. Если у вас нет дееспособности, вы не можете этого сделать. А если у вас есть полная дееспособность, то вы можете, пожалуйста, снять квартиру, купить квартиру, купить там еще что-нибудь, да, себе домик какой-нибудь и так далее и тому подобное. То есть даже если вам нет 18, но вы вступили в брак, вы получаете полную дееспособность. Еще есть такая плюшка, как эмансипация. Эмансипация – это когда вам дают полную дееспособность, если вы работаете на работе с 16 лет, или если вы занимаетесь бизнесом с 16 лет. Да, бизнесом тоже можно заниматься с 16 лет, там, открываете ИП с согласия родителей, и тогда тоже можно получить полную дееспособность. Но эта история уже встречается достаточно редко, поэтому можно пока сильно на нее внимания не обращать. Просто запомните, что есть еще способ получить полную дееспособность до 18 лет. И тут тоже возникает еще один важный вопросик – полная дееспособность. А что есть неполная? И да, есть неполная дееспособность. Она у нас появляется до 18 лет, а конкретно с 6 лет. Неполная дееспособность малолетних она называется, и с 6 до 14 мы получаем 3 очень важных права. То есть до 6 лет у вас вообще никакой дееспособности нет, да, кстати? Дети до 6 лет полностью недееспособны. Это важный моментик, запомните его, потому что он встречается в разных заданиях. До 6 дееспособности нет никакой. То есть до 6 лет ребенок своими действиями не может ни приобретать никакие права, ни приобретать никакие обязанности. Соответственно, он не может ничего покупать в магазине, да, для себя вообще ничего. То есть даже просто купить буханку хлеба до 6 лет по закону, по идее, нельзя. Потому что вы не можете приобрести право собственности на буханку хлеба, вы не дееспособны. Но с 6 лет у вас появляется неполная дееспособность, и она включает в себя 3 пункта. Первый. Совершать мелкие бытовые сделки. Что такое мелкие бытовые сделки? Это, например, покупка продуктов на умеренную сумму. Умеренная сумма обычно считается там до 3000 рублей, но нет четкой границы. Нигде это не установлено официально, что умеренная сумма это вот столько. Имеется в виду, что вы можете в магаз пойти и купить там хлеб, молоко, яйца, не знаю, еще какие-нибудь продукты. То есть, ну, это нормально, это можно с 6 лет делать. Но нельзя пойти в магазин и купить айфон. Или нельзя пойти и купить хату, или мотоцикл, или машину. То есть дорогие покупки вы не можете сами совершать в этом возрасте. Но можете совершать мелкие всякие штуки. Пошли, купили себе там шоколадное чудо в магазине. Все с кайфом. Дальше. Можно совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителям. Чаще всего законный представитель это родители. И тут тоже все логично. Если вы можете купить продукты в магазине, вам же нужны деньги. Вы же не бесплатно их покупаете, правильно? Вам нужны бабки. А где вы возьмете деньги, если вам от 6 до 14? Вы попросите их у родителей. Ну, больше негде. Ну, или на улице найдете, да? Но второй вариант такой достаточно редкий. Все-таки скорее просим у родителей. Поэтому вот вы имеете право совершать сделки по распоряжению деньгами, которые вам дают родители. И на эти деньги что-то покупать маленькое, совершать мелкие бытовые сделки. Все логично. И последнее. Совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения, либо государственной регистрации. Это означает получать подарки. Простым языком. То есть, да, это сложный юридический язык. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды. Безвозмездно. То есть, вам дали что-то, и вы ничего не должны взамен. Безвозмездно. Это и есть подарок по-русски. То есть по-русски вы можете получать подарки, например, вам подарили велосипед. Да, велосипед достаточно дорогой, но вам его подарили, вы имеете право принять этот велосипед, все по кайфу. Это с 6 до 14. Запомнить, кстати, можно очень просто. Шестилетний Ваня получил в подарок от родителей деньги и купил себе в магазине, там, не знаю, сок какой-нибудь или колбасу. Шестилетний Ваня, запоминаем, что это с 6 лет, да, получил деньги от родителей совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителям, получил их в подарок, это как раз сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, и купил в магазине колбасу, мелкая бытовая сделка. То есть через одну фразу можно запомнить все три вот этих вот права, если вам нужно быстро их запомнить. Дальше, это мы говорили с вами до 14 лет, но у нас есть история после 14. Когда вам исполняется 14 лет, вы становитесь несовершеннолетним, до этого вы считались малолетним, а теперь у вас появляется частичная дееспособность несовершеннолетних. Она идет уже до 18, и у вас плюсом добавляется еще три права. То есть те три права, предыдущие у вас остались, и добавляется еще три дополнительных. Что можно делать с 14 лет? Первое. Осуществлять право автора изобретения литературного или художественного произведения. Простым языком вы можете написать книжку и будете считаться автором этой книжки официально с точки зрения закона. Вы автор. Вы ее написали. Даже если вам нет 18, вам там 14, например, пожалуйста, легко, абсолютно замечательно, чудесно можно это делать. Дальше. Вы уже можете распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами. С 14 вы уже можете работать на работе, вы можете быть автором произведений, а значит, можете получать за это тоже деньги. В конце концов, вы можете поступить там куда-то учиться, и вам будут платить стипендию. То есть у вас уже появляются свои деньги, а не деньги родителей. И значит, вы можете ими распоряжаться и пойти в магазин на эти деньги, купить там себе, я не знаю, что-нибудь, что вам хочется, кроссовки какие-нибудь. И дальше. Вносить вклады в кредитные учреждения. То есть имеется в виду, что вы можете иметь счет в банке и на этот счет класть деньги. Это тоже логично, раз вы можете сами зарабатывать, логично, что можете эти деньги куда-то положить и положить их в банк. То есть можно уже свой счет в банке получить с 14 лет. Еще с 16 лет можно быть членом кооператива, но это редко спрашивается, поэтому мы сейчас не будем вдаваться в подробности, что это такое, что это значит. Просто запомните, на всякий случай. Итак, запоминалка. 14-летний Вася написал книгу, заработал денег и положил их в банк. Представьте, прям Вася написал книгу, заработал на ней деньги, положил их в банк. Вы запомнили все три права, которые у вас появляются с 14 до 18. 14-летний Вася написал книгу, это быть, собственно, автором литературного произведения. Да, заработал на этом бабке, соответственно, распоряжаться заработком и внес это в банк, да, вносить вклады в кредитные учреждения. Запомнили фразу, запомнили все, собственно, три проявления частичной дееспособности. С кайфом двигаемся дальше. Единственное, что вы еще должны знать, это то, что дееспособность у нас может быть ограничена судом. При этом важный моментик. Правоспособность ни у кого никогда никак ограничена быть не может. А вот дееспособность, да, ее могут ограничить судом, она зависит, например, от душевного здоровья, то есть, если у вас есть какие-то проблемы психические, вы можете не стать полностью дееспособным. Такое бывает, да. Вот, или, например, если у вас есть проблемы с алкоголем или с наркотиками, суд может ограничить в таком случае вашу дееспособность. То есть, вам могут ограничить право совершать определенные сделки. Это нормально, это бывает, это окей. Имейте в виду просто, что дееспособность можно ограничивать. Да, суд, только суд может ограничить вашу дееспособность. То есть, простым языком, запретить вам совершать определенные сделки. Теперь, давайте разбираться с задачками. Кстати, если вот это вот все, вам нужен конспектик, да, чтобы все это повторить, я конспектик всегда скидываю в свою телегу. Если в телеге смотрите видос, то он будет под видосом. Если смотрите на какой-то другой площадке, то переходите по ссылке в мой Телеграм и забирайте, собственно, конспект, чтобы можно было все это повторить. А теперь разбираемся с задачками по этой теме, как их решать и где тут ловушки. Значит, смотрите, задачки тоже, кстати, уже решали в Телеграме. Это полный бред, потому что мы с вами знаем, что правоспособность наступает с рождения Помните, запоминали в самом начале? Правоспособность с рождения на букву R В слове дееспособность буквы R нет, а в слове правоспособность она есть Правоспособность с рождения Отлично Второе суждение Дети до 6 лет полностью не дееспособны Да, это правда Мы тоже с вами это обсуждали, что частичная дееспособность у вас появляется только с 6 лет. До 6 вы полностью не дееспособны. Значит, верно только B, ответ 2. Двигаемся дальше. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 вправе осуществлять право автора произведения литературы или искусства. Полный бред, потому что мы знаем, что право автора можно осуществлять с 14 лет. До 14 нельзя. Несовершеннолетние с 6 до 14 вправе вносить вклады в банк. Тоже полный бред, потому что мы помним, что вклады в банк вносить можно тоже с 14 лет. Значит, оба суждения не верны. Ответ 4. И последнее задание, мое любимое, с моей любимой ловушкой, когда у вас перепутаны определения. Дееспособность, способность иметь права нести обязанности. Правоспособность, способность своими действиями приобретать и считать права. Вы уже прошарены, и вы сразу видите, в чем тут косяк. Нужно поменять местами дееспособность и правоспособность. Правоспособность, это способность иметь права. Правоспособность иметь права. Дееспособность, способность действиями приобретать права. Здесь есть слово действие Вообще в определении дееспособности всегда по идее будет слово действие Поэтому ищите действие Если у вас дееспособность, должно быть действие Дееспособность, действие, похожие слова Если нету слова действия, значит речь идет не про дееспособность скорее всего Вот такая история Соответственно у нас здесь перепутаны определения местами То есть и это неверно, и это неверно И получается, что обосуждения у нас с вами неверны А теперь, если все поняли, если было понятно, по кайфу Все вот прям вот все теперь запомнили Если вам нравится моя подача материала, приходите ко мне на занятия, я преподаю в Школково, веду онлайн-курс, подготовлю вас совершенно спокойно с нуля на пятерочку по обществознанию, все в таком формате пройдем, изучим. Вбивайте в поиск просто в гугле Школково или переходите по ссылочке в описании. А я на этом с вами прощаюсь, увидимся в следующих роликах, в следующих разборах. Всем пока!